Ну что, друзья, в общем, всех привет на канале. В общем, нахожусь сейчас в Новгородовке, пока Новгородовка была революция. Короче говоря, друзья, приехал я сюда, так как, ну, к сожалению, другого места нет. У меня здесь мой Джон Дыр. Вот он, как всегда, 8R410, на котором мы будем работать. Ну, друзья, 13 октября 2023 года, в общем, здесь у нас агрофирма, как вы уже можете наблюдать. Мы сейчас пробежимся на базе, по базе пробежимся. Вот, по полям проедемся на Буханке, Ивана и Лёшки, надеюсь, они не будут против. Вот, ну и, друзья, приехал я сюда, так как не так давно. Вот, ну как не так давно? Неделю назад сюда приехал. Вот, и скорее всего здесь останусь, так как здесь техники много, здесь развивается всё. Вот, нам привезли вот этот элеватор на 5 миллионов тонн, друзья. 5 миллионов тонн нам поставили весовую. Ну, вы все помните, что у нас было в Новгородовке, да? И как сейчас развился, развился наш колхоз здесь. Вот такая территория, её засадили травой. Ну и здесь, естественно, земля, на которую поставили этот элеватор. Он у нас пустой. Но мы сюда будем потом завозить стои. У нас там стои сто с чем-то гитар. Ну, короче говоря, прилично у нас стои. Я буду работать с перегрузчиками. А, Иван на КамАЗе. Ну, давайте, друзья, что, пробежимся по технике. Ну, начну, пожалуй, я с нашего кировца. К-5, да, если я не ошибаюсь. Такой кированчик добротный. Короче, вот, я на нем ни разу не работал. Давайте мы сядем в кабину. Чешки всякие, короче говоря, да. Такой трактор. Мой джиндир вы все, наверное, знаете, да? Еще с кошмака джиндир мой знаете. Вот, мой любимый джиндир. Это же, естественно, как же без него. Четёрка. Джиндир. Давайте залезем внутрь. Ну, уютненько. Ничего не сказать. Тоже мониторчик, приборчики всякие. Класс, лексион 960-ый. Вот он. Ну, и там, естественно, опрыскователь туман у нас стоит. Он ни разу у нас не работал. Он только в этом году появился у нас. Вот, ну и всё. Стоит у нас плуг Лемкин. Титан 18. 8-ми корпусной, да, плуг. Вот такой плуг. Культиватор КМП-10. Дисковая барона БДМ. Вот, кстати, Кировец в этом году будет на саталии дисковой бароной работать. А может и я буду работать. Не знаю. Вот, кстати, МТЗ, который... Ну, можно даже, так сказать, мой трактор. Сейчас мы, кстати, помоем удобрялку. Вот, ну, как мой. Фактично он не мой, но и мой. Короче говоря, я не знаю. Чейн. Так как на нём все ездят. Давайте помоем удобрялку. Он ездил удобрением. Вообще мы всю технику все помоем. И Т-150, и Т-700. Вот, и расскажу вам, что здесь в основном была советская техника. Ещё техника Советского Союза. Так, давайте... Сберёмся на нашего коня. Поставим куда-то МТЗ. Удобрялку давайте поставим. Удобрялку. Давай. Давай. Так, надеюсь, меня слышно. А давайте сюда уже прям где-то ставим. Возвлете его. Вот. Почему я не знаю, чей это трактор? Потому что на нём все работают. Лёшка работал, Иван, Андрюшка. Вот так. Ну, а МТЗ, что мы, пожалуй, поставим. Возле класса. Так, ну давайте пойдём к комбайнам, прицепам-перегрузчикам. Кстати, заметили? Вот он. Прицеп-перегрузчик. Мой любимый. От Хава. Фирма. Зелок тут. Тоже. Камазы. Здесь, видите, камазов у нас в доивлении Фини. Пять штук камазов нормально. Вот там просто ещё один камаз, вот он стоит. Вот. Ну и, как я уже говорил, что... Как я уже сказал, что здесь как бы есть техника ещё Советского Союза. Ну, как Советского Союза. Старая добрая наша техника. Это дон 1500B. Два дона. Один с тонировкой, второй без тонировки. Ну и у каждого, соответственно, разная конфигурация бункера. Кхм. Вот. Вот он. Вот. Этим доном уже по 6 лет, чтобы понимали. Может быть, больше. Не знаю. Дальше. Наши... Недавно приобретённый комбайн... Джон Дир. 670. Можем даже сюда залезть. Ну, тут, понятное дело, удобство. И бункер, и жадка. Вот. К нему подцеплена кукурузная жадка, так как у нас кукуруза на поле. Давайте откроем, в принципе, планшет, посмотрим на поля. Вот у нас, друзья, с вами девятое поле, двадцать первое, девятнадцатое, двадцать пятое, двадцать шестое, двадцать седьмые. Что у нас по девятому полю? У нас 35 гектар, 108 гектар, тут соевые бобы. Дальше. Здесь у нас 65 гектар, 110 гектар и 90 гектар. Вот. Ну и, в принципе, у нас ещё есть, друзья, целина здесь, видите. Дополнительное поле, двадцать четыре гектара, участок 31 у нас. Вот. Ну, на самом деле здесь 102 гектара, и, возможно, в этом году будем мы с вами на трене работать. Ну и, естественно, наш Палестик, куда же без него, жатка которого, вот у нас стоит. Жатка, да? Ну и, ну и вот Кама. Так. Ну, там у нас Амкадор. В принципе, всё по технике. Мы пробежались, давайте теперь по полям. Я надеюсь, Алёшка не будет против Сыбана, то, что я на их буханке поеду. Вот, вам показываю. Поля. Вот, естественно, отойдём немножко от сюжета, подспросите, почему именно Новгородовка, почему она, потому что, друзья, других больших карт нет. СВК Гарбани, тоже хорошая эта карта, но она именно для советской техники, вот. А здесь для, так, для русско-советской и для американской там иран. Так что, я, если честно, забил, забил на то, что здесь нет, так сказать, коллизии. Мы всё равно будем работать в полях, так что, так, ладно. Возвращаемся к сюжету. Ну, вот они, баги, собственно говоря. Я это всё понимаю, знаю, но, к сожалению, другой карты нет. Возможно, мы ещё подумаем на какую-то другую карту по этой, но пока что мы на этой карте. Вот, приватная Новгородовка мне совсем не понравилась, так как там деревья... У деревьев вообще нет текстур, то есть они мыльные все. Короче говоря, приватная карта Новгородовка мне не понравилась, а это как-то более-менее. Так, ладно, поехали. Надо же закрыть ворота. Вот, вот эти все, друзья, звуки, звуки производства. Ну, это всё неважно, правильно говоря. На это просто не обращать внимания. Вот и всё. Так, ну а мы, друзья, едем с вами на наше поле. Будем соблюдать, как говорится, правила дорожного движения и играть в паре. Так, вот оно, друзья. Да, мы тут сразу немного нальёмся, друзья. Ну, вот оно, друзья, вот это вот наше поле. Тоя. Вот, 110 гитар, которые мы будем убирать вами. Поехали на ещё одно поле. Там у нас поле с кукурузой. Так, там у нас поле с кукурузой. Всё равно большую часть времени мы будем проводить с вами в полях. Ездить, кататься. Так что, не будем обращать внимания. Если бы вы видели, как карта испорчена на приватной версии, вы бы просто прозрели. Так, вот оно. Вот оно. Это шоколе, давайте побудем и развернёмся. Вот оно, поле с кукурузой. Кукуруза растёт. 26 гектаров. Мы, возможно, на Доне будем это всё дело убирать. Посмотрим. У нас, кстати, ещё там 26-ое поле с подсолом. Так что, давайте съедем сейчас на 26-ое ещё поле. Посмотрим. А, ну, в принципе, давайте мы съедем ещё на 21-ое. Кстати, мы будем на 21-ое поле. Мчимся. Сейчас будет у нас путь через село. На приватной карте там воздушная тревога. Вот в этом месте, вот, где перекрёсток, вот здесь начинается воздушная тревога. Это здесь. Так, торьяска небольшая. Небольшая, друзья, трястка. Но самое главное, что карта функционирует, для неё можно играть. А баги это уже такие. Здесь был серп, пшеница. Вот, кстати, вот это поле, думаю, взять. Агроном думает, вот это поле. Оно 200 с чем-то в гектар. В основном, современная техника, друзья, у нас появилась только в этом году. Вот. Остальное время мы работали на донах. Донах, ФТЗ, ФТЗ, Кировцер. Вернёмся. Так, немножко мы пробуксовали здесь, не ничего. Вот, собственно говоря, здесь. Синица. Уже взошла, кстати, друзья. Полонник. Возможно, в этом году будем от бурьяна избавляться. Растёт. 101 этот гектар у нас. Так что... Давайте ещё мы туда поедем. Где члёвки. Вот это видео будет немножко длинного. Ну, я планировал на полчаса его вообще. Вообще-то мировал на полчаса. Так, кстати, у кого-то здесь хлопок растёт. Возможно, засниму уборку хлопка, если здесь останусь. Да, я здесь, наверное, скорее всего, останусь. Выбора другого нет. Кошмак, конечно, тоже хорошая карта, но... Ну, увы, маленькая. Вот, где чмени, друзья? Вот она. Азот. Азот надо было внести. Ну, возможно, мы ещё внесём азот, посмотрим, верно. Азот это и... И... Говно. Вот, девяносто гектар, девяносто гектар. Ну, нормально, наверное. Короче, посмотрим, что будет в этом году ещё. Возможно, мы аж в следующий день будем постить. Так, и теперь мы едем обратно. Едем, друзья, обратно. На платные вественные огороды в стапе нет колизий деревьев. Так, поехали, продолжаем. Короче, определили. А пока что на этой карте будем. Там, если выйдет какая-то ещё другая большая карта, она не будет. Не буханка, конечно, мне реально нравится. Панёвренная, быстрая. Буду брать иногда буханку. Вот, ну, она вообще буханка для перевозки еды. Не знаю, что ли. Но, тем не менее. Вот, сегодня наберегали никого нет. Пять трухануло. Так что, сегодня я могу смело вам ездить, показывать всё-таки. Как ловить по технике. Благоподвеска не буханка хорошая. Найдан, сколько на поворотах сбрасывает скорость атаки. Нет, трусит, конечно, сильно. Да, но... Вот, дома у меня здесь нет, в Новгородовке. Не знаю, потом, может, поставлю. Куплю-то есть. Где-то как-то себе посреди тела. А, ещё на девятое поле, те едем, там, в 30 декабря, да, или 40. Ну, что-то около того. Так, здесь надо сбросить скорость и чуть-чуть поворот. Мы едем с вами вот сюда, сейчас. Мы едем с вами сейчас, смотри, потолк. Вот, у нас ещё одна буханка есть, но она сейчас в другом колхозе. То есть, она сейчас не в нашем хозяйстве, она в ограмине. Да, убирать, конечно, это поле. А, кстати, вот уже подсолык начался. Ух, ты идём в твою дивизию. А, кстати, уже подсолык тут начался. Да, я сейчас тут разрыв трассы. Ну, под разрывом трассы я имел в виду разрыв. Поворот, короче говоря, простыми словами. Мы могли повернуть после этого на подсолну. Походу, он уже согрел, друзья. Его надо уже будет убирать. Урожай согрел, да. Слушайте, а когда можно вообще подсолнук убирать? По сезону. По сезону можно убирать подсолнух даже в ноябре. Хорошо, значит, мы в ноябре и начнём убирать. А соя... Ага, кукуруза, подсолнух, соя до ноября. Здесь даже... В ноябре можно. Добро будем косить. Ну, посмотрим. Может, мы даже завтра выйдем на творочный подсолнух. Хотя это не точно. Что ж, давайте теперь заедем на... Семятое ходит на каждую. Я вам езжу по полям, показываю наше хозяйство, где нам поработать. И это нам всё придёт на Джонгире, это всё расстояние поезжать. Короче, да. Если, опять же, так отойти от сюжета, то, друзья, ну... Карта хороша, да, но... Я закрыл глаза на эти все баги, так как в основном... Мы будем на полях. На бригаду. Мы на бригаде тоже будем, друзья, но... Вот там какие-то звуки производства были, ещё чего-то. Ну, это, конечно, всё мелочи. Главное, что карта работает, функционирует, не вылетает, сохраняет. Это не критические, так скажем, баги. Так, всё, хорошо, поехали. С текстурами я решил тоже проблему. Это была проблема в видеопамяти, нехватка видеопамяти. Так что... Вообще, буханка может в кнопку ехать, да? Давайте попробуем, не до сотки разогнать. Давайте попробуем, не до сотки разогнать. Вот, ровно сотку. Мы девятое поле убирали на двух комбайнах дом. Ищем тут б. Красную ещё, красную. Нам надо на этой скорости не влететь куда-нибудь. Здесь животномоческие комплекса, но они не работают, к сожалению. Вот, на них нельзя покупать животных. Тормоза, конечно, в буханке мне прям нравятся, прям рецепт. Так, мы здесь сели на Т-150, стенка червона-зирка в ТВТ. 38 гектар, а ночмень растёт. Вот, кстати, уже бурьян надо. Мотыга будет пройтись, нам говорят. В сорнях средний мотыга. Нужно прикатывать. Ну, прикатывать уже поздно. Вот, друзья, в принципе, и всё. Проехались по нашим полям. Возвращаемся на бригаду. Вот опять же, друзья, насчёт карты. Да, нет, коллеги. Да, кстати. Здесь, видите, трава. Здесь засажена травой. Я вам скажу, как-то здесь странно засажена, так как здесь как-то... Давайте туда проедемся. Да, нет коллизии, но мы будем думать, что коллизия есть. Давай, 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 буханочка. Давайте я вам покажу нюансы, козли. Там как-то странно. Здесь, в общем, садили травой. Там у нас осталось немножко пшеницы. Я вам сейчас покажу. Не знаю, но тогда я, конечно, не сильно тут работал. Хотя что не сильно работал? Я же убирал на комбайне. Тогда, но потом, после уборки, я сюда уже не приезжал. Кстати, вот Агромива, друзья. Вот мы сейчас проезжаем. Справа хозяйство Агромива. Да, это живо. Не знаю. Так, сейчас съесть. Наливе слева будет съесть. А, вот видите, да, ну... Нет, съемок. Давайте так зрели, у нас кукуканка, в принципе. Вот, видите. Давайте как раз проедемся. Немножко поэксплуатируем муханку. Лишь бы она сейчас не застряла. Вот это мне Леха с Иваном дадут. Вот, собственно говоря, видите. Как бы она засохла. Я не знаю, не убирали, что ли, этот кусок или что? А, ну да, друзья, смотрите, вот. Владелец... Владелец... Разумов в А, а здесь Владелец в В. Только чего здесь не дается, а, короче говоря, хер, блэ. Странно как-то. Странно это поле, возможно, мы будем избавляться, но... И это не точно. Вот так, все, теперь точно уедем домой. Слеган. О, да вы уже встретимся, друзья. Мы в следующем видео встретимся на уборке соли. Или на уборочной подсоли, не знаю. В любом случае это уже будет ноябре. Так что, октябрь мы отдыхаем. Вот октябрь отдыхаем, а в ноябре уже будем начать работать. Будем начинать работать. Кстати, у нас бункер, у нас уже еще один привезли, я же уже говорил вам. На 5 миллионов тонн. Потому что наш дефолтный бункер, он на это, скажите мне, на 500 тонн. Нет, даже на 400, на 400 тонн. И нам тупо не хватило вот этого поля, 9-го, получилось 400 тонн. 484 тонны в вермах. То есть 400 тонн мы оставили, а 84 тонны мы продали. Так как нам негде было хранить, у нас элеватор один. А так что, друзья, вот так вот. Вот здесь тоже, если что, какой-то звук производства, не знаю. Возможно, я и эти нити поубираю. Ну, мы что смотрел стримы по этой карте, знаем. Эти. Все, поехали. Думаю, сюда технику не будем ставить, не панку ставим, будем ее. Вот сюда будем ставить. Друзья, друзья, а что, в принципе, нормально. Да, ставить. Все, приехали. Уханочка наша сегодня покатала. Ну, я мою машину тоже переставлю я. Так как я еще здесь, друзья, помню поработать. Я здесь еще немножко планирую поработать. Ну, в основном, помыть техникой, ее поставить, расставить и уехать отсюда до ноября. Но делать здесь все равно нечего. Ну, у нас вот, посчитайте. Вот события здесь не вижу смысла. Все. Вот, все, друзья, на этом все. Вот. Встретимся с вами уже в ноябре на уборочной. Я пока что 350 помою. Техника эта вся как бы моя, но это техника фирмы, видите. Это у нас как бы общая техника. Давайте, я обещал вам 150 помыть при вас. Давайте помоем. Ворота, кстати, сейчас надо будет еще закрыть. Кстати, Т-150 был у нас на фунтевации. Помните, я снимал короткое видео, снимать ли мне эту карту на оборудовке. Ну, друзья, и у нас там Т-150 как бы вроде поломался. Давайте, Кировец тоже мы подгоним. Ох, давно не работал на Кировце. Кстати, его еще надо будет щенить. Давайте помоем трактора сейчас. Вот, а поставляю уже технику подруги. Вот, и в ноябре уже Джон Дирмой будет работать активно с перегрузчиком. Так, КЛП-10 мы тоже помоем активатор наш. Короче, до ноября отдыхаем. Я, может быть, даже съезжу в кошмар, посмотрю, что там. Все. Ну что, друзья, на этом все. Всем огромное спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. Я так скриншот сделаю быстро. Все, друзья. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.